В рамках мониторинга, в том числе за качеством оказания медицинской помощи согласно нормативным документам Министерства здравоохранения, мы сейчас стараемся посетить многие регионы, в том числе посетили город Одессу, которую я очень люблю, у которой с нашей кафедрой киевские тесные сотрудничества и эта кафедра Одесского национального медицинского университета инфекционных болезней была первой в Украине, создана в 1921 году. Мы проводим ежегодные конгрессы по медицине путешествий, которые очень популярны среди докторов. Ну и, конечно же, в рамках этого визита мы посетили инфекционную больницу, которая является одной из лучших, на мой взгляд, в Украине, и которая за последние несколько лет посчастливилась инфекционной больнице, получить совершенно новые корпуса, которые полностью соответствуют критериям госпитализации инфекционных больных. Это та инфекционная больница, которая вообще одна из немногих стационаров в Украине, которая еще летом закупила вот эти вот станции кислородные, которые хранят сжиженный кислород, и на сегодняшний день эта больница может обеспечить достаточно высокий поток кислорода каждому пациенту. Мы с вами все знаем, что это проблема не только Украины, но и всего мира. У нас растет количество тяжелых форм, растет количество кислородозависимых пациентов, поэтому, конечно, это не может не радовать. Я думаю, еще очень большой потенциал у этой инфекционной больницы Одесса – это портовый город. Мы живем в очень меняющемся, динамичном мире. Пройдет эта пандемия, мы опять возобновим контакты, опять возобновим поездки, путешествия. В любой момент времени в нашу страну может быть завезено любое инфекционное заболевание, в том числе и опасное, в том числе и то, которое представляет угрозу для международного распространения. Поэтому это заболевание надо уметь выявлять. Для этого должны быть специалисты. Я очень надеюсь укрепиться инфекционная больница, в том числе и лабораторной диагностикой. Мне очень приятно, что еще не было никакой пандемии, но, тем не менее, несколько лет назад был открыт совершенно новый инфекционный корпус, полностью боксированный. Так что, я думаю, в этом плане Одесситам повезло. Но я всем желаю здоровья и быть оптимистами. Мы провели рабочую встречу с главным инфекционистом Украины, с Ольгой Анатольевной Глубовской, где мы выслушали рекомендации по дальнейшем работе, по противостоянию распространения инфекции COVID-19. Мне было очень приятно услышать, что оценка главного профильного врача достаточно высокая. Высокая организация работы. Городская инфекционная больница отмечена как одно из лучших медицинских учреждений Украины. Те преобразования, те ремонтные работы и строительство новых отделений отмечено как, наверное, одно из единственных таких продвижений сегодня в Украине. Это очень приятно слышать от специалиста. Ну и также мы подняли те вопросы, которые сегодня интересуют практически каждого. Что же будет дальше? Дальше все будет зависеть от нас. Насколько мы сможем соорганизоваться, насколько мы сможем соблюдать те рекомендации, которые нам предлагают. Я рад, что услышаны наши проблемы, городские проблемы, что нет такого вот огульного желания закрыть все и всех. Понимаю, что нам надо с этим жить. Тем не менее, проработав все вопросы, мы сегодня представляем себе, какой план действий у нас будет в ближайшее время. Услышаны проблемы города, услышаны, какие последствия могут возникнуть после таких действий. Я думаю, что у нас есть понимание. Есть понимание того, как нам действовать. Продолжение следует...